Я хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Господь нам дает прекрасное время, время благоприятное. И сегодня мы имеем такую большую привилегию среди всех человеков на земле, это Господь однажды заключил с нами завет, да? И мы верим и знаем, что Он верен этому завету. И вот подтверждение этому завету мы сегодня принимали хлебопреломление, да? Мы были участниками плоти, крови Его. Это как бы нам является таким вот напоминанием того, что Господь Он хранит нас, Господь Он пережет нас, Господь нас заботится о нас. И вот в этих видимых знаках мы приобщаемся к Его телу, к Его крови. Мы становимся как бы с Ним единой семьей. И Он нас называет своими детьми. Мы называем друг друга братьями и сестрами. И получается мы семья, семья пред Господом. У нас один отец, и мы братья и сестры. И вы знаете, мы сегодня хотели бы поговорить немножко о семье. О семье, знаете, легко говорить, потому что мы в семье рождаемся, мы в семье живем, но и умираем мы в семье. Все наши, все, что происходит у нас, это наша семья, и мы в ней находимся, воспитываемся, живем, учимся говорить и дальше. Но вы знаете, о семье очень сложно говорить, потому что если касается каких-то семейных вопросов, они очень тонкие, они очень эмоциональные. И они, вы знаете, очень сложные эти вопросы. Порой люди пытаются эти вопросы скрывать и не показывать. Это, знаете, сложно говорить о ней. Но сегодня мы будем затрагивать некоторые вопросы нашей семейной жизни. И о семье, если вот порассуждать, то каждый из вас может много чего сказать. Уже есть какие-то познания, какие-то выводы, какой-то жизненный опыт, который передался, может быть, из поколения в поколениях, может, где-то прочитано что-то, где-то подсмотрено, где-то сделаны собственные выводы. И мы так живем в семье, и наша семья, она созидается. И я хотел бы отметить, что в семье также и присутствует брак. Как? Это когда два человека оставляют отца и мать, как Слово Божие говорит, и что? И прилюбляются друг к другу. И это получается еще одна семья, да? Еще семья, она становится отдельной семьей, и она начинает самостоятельную жизнь. И как сложится дальнейшая судьба этой семьи, трудно предсказать. Казалось бы, когда свадьба, когда эта пышность, благоухание, когда все красиво, свадебное платье, нарядные гости, торжество за столом, говорятся очень хорошие слова, пожелания, но этим все не заканчивается. Потом праздничный день заканчивается, начинается будни, и как оно будет дальше? Как два человека, они не научены или научены, они принимать друг друга, жить вместе. Они вышли из своих семей. В одной семье так воспитывались, в другой семье так воспитывались. И они получаются вместе, и как они будут дальше строить свои взаимоотношения. И слава Господу, что у нас есть Слово Божье, которое дает нам корректировку, когда мы что-то неправильно делаем в своей жизни, и оно нас наставляет, как правильно поступать. Если мы очень внимательны к своей судьбе, к своей жизни, то мы учимся из Слова Божьего и берем оттуда уроки. Здесь есть четкие, скажем таки, постановления для мужа, как он должен поступать. Есть четкие определения для жены, как она должна поступать. Это оставлено на страницах Священного Писания и дается нам для блага, чтобы мы это применяли в своей жизни, и наша семья была успешна. Также я хочу подметить, что мы, вступая в брак, и мы находимся в завете. Вот как сегодня мы вспоминаем завет нашего Господа, завет, новый завет в крови его, и так мы находимся в завете, муж и жена, которые вступили в супружеские отношения, в брак, мы находимся в завете. И понимаем ли мы, что в завете, или не понимаем, это как бы уже наша сторона. Порой наши брачные отношения заключаются в таком понимании, как соглашение. Понимаем этого, не понимаем, но порой люди так живут. Соглашение, какой-то контракт. Ты мне, я тебе. Если ты будешь делать это, если ты будешь продастись хорошую зарплату, то я буду делать для тебя то и то. Если ты не принесешь мне деньги, которые нужны для семьи, ну тогда и делай сам это. Ну что я сделаю? Или если ты не сделаешь так, если ты не выполнишь свой определенный долг, как мужа, то жена говорит, я не буду делать то, что мне принадлежит. Или наоборот. Вот эти отношения не завета, а отношения какого-то соглашения, порой люди и практикуют в семьях. И это можно заметить даже в семьях верующих людей. Хотя основание для нас Слово Божие, Священное Писание, Библия, но люди порой так поступают. И хотелось бы, конечно, чтобы этого не было в наших семьях, вот этих отношений на основании вот этих контрактов, отношений между другом, соглашения каком-то, в котором мы согласились или не соглашаемся. Но мы должны понимать, что брак – это завет. Завет подразумевает это посвящение одной личности другой личности. И мы понимаем, брак – что это система отношений. И цель брака – это единство. Единство – быть близостью. Вот это отношение завета, которое Господь желает, чтобы он был в наших семьях, и мы были близки друг с другом. И очень большое внимание уделяется отношениям мужа и жены. Мы прекрасно понимаем, что если у нас нет отношений с Господом, если у нас нет молитвы, если мы не читаем Священное Писание, если мы не пребываем в Слове Божьем, то у нас нет отношений с Богом. Тогда мы охладеваем, тогда мир нас начинает тянуть, тогда нам нравится что-то мирское, и тогда мы начинаем отдаляться от Господа. А как в отношении семьи? Если у нас нет отношений, как супругов, мужа и жены, если этих отношений мы не имеем, близких отношений, если нам не о чем поговорить на душевном уровне, если у нас физической близости нет, если у нас духовной близости нет, где мы могли бы склониться на колени, как муж и жена, как одна плоть в совместной молитве. И вот эти отношения Господь, Он желает, чтобы они развивались в нашей жизни. Он желает, чтобы мы были прозрачны друг для друга на трех уровнях, духа, души и тела. Помните, в саду Эдемском, когда человек согрешил, и что он сделал в первую очередь? Они сделали что себе? Одежды, правда, да? Они прикрылись. Говорится ли здесь о такой физической наготе? Здесь больше понимаю нагота, которая духовная, душевная. То, что мы одеваемся, и сегодня друг от друга, муж и жена, прикрываемся. Нам сложно сказать что-то о своей половине, муж-жене или жена-мужу, признаться в чем-то. Нам хотелось бы, чтобы тот жена или муж не знали какие-то обстоятельства в нашей жизни, потому что, а если она узнает, нам придется немножко, скажем так, не сладко, придется как что-то предпринимать, какие-то меры, или как-то выкручиваться, или что-то там делать. И люди начинают, скажем так, одеваться. Нет той прозрачности. И отношения, они начинают рушиться. Люди начинают отдаляться друг от друга. И как можно проверить, насколько хороший наш брак? Если мы посмотрим на наши отношения, какая у нас близость один к другому. И мы знаем, что если наша близость с Господом, это отношение с Ним, отношение в Священном Писании, отношение в молитве, умеем ли мы Его слушать, умеем ли мы Ему говорить, умеем ли молиться, хочется нам это делать или не хочется, и мы тогда понимаем, насколько мы близки с Ним. Точно так же происходит и в супружестве. Если нам не хочется поговорить с женой, или жене не хочется поговорить с мужем, какие могут быть отношения? И угодно ли это Господу? Хочется ли мужу быстрее прийти домой с работы? Или нужно ему зайти куда-нибудь в гараж, или в какое-нибудь другое место? Или прийти под конец дня, чтобы как-то поменьше с женой пообщаться? Ну, так вот, как дела? Хорошо? Все нормально? И на этом все отношения. И это характеризует то, что нет того, что должно быть пред Господом. Я сегодня хочу зачитать немножко из Священного Писания. И как бы слово больше будет не направлено к братьям. Потому что сестры наши, они как бы много слышат о себе, как они должны вести себя, как они должны и одеваться, и про платки много говорится, и все остальное. Но, вы знаете, немалая часть братьев, Божье Слово говорит, что мы священники, да? Господь поставил нас священниками в нашей семье, и ответственность за то, какой курс держит семья, она лежит на ком? На мужа. Ну, как к священнике. Как бы семья не выглядела, как бы она не смотрелась, жена, она остается женой. Но ответственность лежит на мужа. Простой пример из Библии вам приведу. Когда Ева вкусила от плода, что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось, правда? А когда Адам вкусил от плода, что произошло? Пришел грех на землю. И вот эта ответственность, она ложится на мужа за то, что происходит в семье. Я хочу прочитать из Священного Писания несколько стихов. Это будет второе... Сейчас, секундочку. Так. Это вот 1 Петра 3,7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благоднатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Это одно из, скажем так, таких прямых указаний братьям, как мы должны вести себя в семье и кто являются наши жены. Слово Божие говорит, они являются сосудами, как и мы сосуды, но этот сосуд, он не мощнейший сосуд. И если есть какие-то, скажем, отношения неправильные в семье, то что Господь говорит, что могут быть препятствия в молитве. Тогда Господь, Он не будет слышать в молитве и не будет отвечать на те просьбы, на те молитвы, которые будут нестись пред Господом. Также я хочу еще прочитать Светхого Завета. Это будет Малахия, 2 глава, 13 стих. И вот что еще вы делаете? Вы заставляете блевать слезами жертвенник Господа и рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивление жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Вот тоже Господь указывает и через Ветхий Завет, что мы находимся в Завете. Муж и жена – это Завет. И те отношения Завета, которые должны быть, они в семье, они должны поддерживаться и больше ответственности наложиться на мужа. И здесь говорится о слезах. Если жена будет плакать, то Господь спросит у мужа, почему она плачет? Потому что он отвечает за семью. И почему он допустил таких отношений, чтобы они стали таковыми? Да, я не защищаю сестер, я не говорю, что они всегда правы. Они могут тоже ошибаться. Мы люди, и мы живем, и мы учимся, и мы будем учиться. И у нас будут разные мнения. И мы будем эти мнения высказывать свои. И как мы будем решать семье? К чему мы будем приходить? Как мы будем ставить себя, понимать, что я глава, а жена, она потом после меня идет, и пользоваться своей властью? Да, братья, мы должны пользоваться своей властью. Господь нам эту власть дал. Потому что иерархия так установлена. Сначала Господь, потом муж идет, потом жена идет. Но Бог хочет, чтобы мы употребляли эту власть любовью. Чтобы власть была употреблена таким образом, чтобы никто не был поранен в нашей семье. Ни дети, ни жена. Чтобы все, что мы делаем, оно делалось с любовью. Чтобы Господь мог пребывать в нашем доме. И мы видим то, что было просчитано, что Господь не благоволит такой. И молитва не будет услышана. И жертва не будет принята от человека, который занял неправильное положение пред Господом. И сегодня мы будем, сегодня будут свидетельствовать пары, которые прошли обучение на основании священного писания. И были вопросы, которые затрагивались в отношении семьи. Как я уже говорил выше, мы порой говорим, или больше думаем, что мы много знаем, что мы все умеем. И что брачные отношения для нас это так просто. Но когда касается подойти близко и когда начинать рассматривать эти отношения, то не все так просто в нашей жизни. И поэтому нам приходится пересматривать свое отношение к женам, женам свое отношение к мужьям и отношение к нашему Господу. Как Он смотрит на это все, на наши отношения, которые происходят пред Ему лицом. Пусть Господь богословит. Аминь. Я не буду многословно. Времени у нас мало. Но так как сейчас Стас затронул эту тему, что мы одна семья, то я с вами буду проста. Я всегда проста на этом месте. Всегда очень просто разговариваю. Мы с вами семья. И есть такое у нас служение СВЖ. И мне так хочется, что мы его, ну не то что принимали, а как-то, наверное, понимали. Вы знаете, что я хочу сказать? Что такое семья? Семья – это такое общество, где растут и маленькие детки, и потом же, когда вырастают, вы рождают своих детей и внуки. Вот это все семья, вот это все отношения. А что в семье делается? Вот скажите, когда рождаются детки, кто из вас не желает их отправить в школу? Есть такие желающие, не желающие отправить детей в школу? Мы все отправляем детей в школу. А есть у вас такие желающие, которые не хотят, чтобы детки вот просто не желают, изучали английский язык, французский, там еще какой-то? А зачем? Это же американская вера. Или американский язык? Нет, нет таких. Учите английский язык, кто-то французский, да? Надо, оказывается, правда? Иногда вот мы так понимаем, что где-то учиться не надо, это что-то лишнее. Вы знаете, я так благодарна Господу, что Господь непосредственно нас включил первых, наверное, одних из первых. Наверное, это нам первым надо было пройти вот эти курсы СВЖ. И вы знаете, на основании этих курсов мы очень многое с мужем взяли. И я благодарна Господу, что это служение основано не на какой-то вере американской, еще на чем-то. Оно основано на Слове Божьем. И я здесь стою, говорю истину, оно основано на Слове Божьем. Если бы что-то там было, и если попадает что-то не так, то поверьте, братья и сестры, мы с мужем, и я думаю, что наши Иосиф с надеждой, которые вели, они не говорят о том, что неприемлемо нашему братству. Мне знаете, что хочется сказать, что учеба – это большое дело, это великое дело. Вы знаете, когда на апостола Павла сказали, что «Великая ученость тебя довела до безумия», Фесс сказал, если вы помните в «Деяниях апостола». А вы знаете, у кого он учился? У ног Гамалиила. И когда я стала исследовать, а кто же такой Гамалиил, оказывается, это ученый, принятый израильским Синедрионом, человек почитаемый, и мало того, не вдавающийся в политику. Я так подробно немножко рассмотрела, что же это за Гамалиил такой? Просто есть такая информация, я ее прочитала. Человек, который когда-то освободил апостолов, это был человек ученый. И вы знаете, в одном из посланий к Тимофею, я прошу высветить этот стих, это будет второе послание к Тимофею. Вторая глава, 24 стих. «Рабу же Господне не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». И знаете, есть такое слово интересное. Может, вы его уже разбирали, но для меня оно прямо, вот недавно я его просто, как говорится, изучила. «Учителем». Это старое слово. «Учителем». А это написано ко всем. «Рабу Господню». Рабу Господню, рабе Господне. Должно быть учительным. В переводе далее слово «учительный» знаете, как переводится? «Ученый». «Ученый». А Ушакова – это человек, который может что-то преподать, что-то сказать, правильно поставленной речью, что-то интересное, ну, правильно понимать. Насколько важно знать. Я всегда говорю, когда ты имеешь что-то у себя в кармане, ты всегда сможешь достать и дать. А если там пусто? Однажды Бонке сказал, что человеку надо, вот такой он вывод сделал, может быть, больше, меньше, но он сказал так, одна-вторая хлеба, буханки, ну, достаточно ему съесть. Но если человек не имеет в запасе, и когда ты придешь к нему в гости, он уже с пустыми руками, он сам съел, а тебе-то дать-то нечего. А если у тебя нет познания, как хорошо углубляться в слово священного безнания. И я предлагаю, никогда не бойтесь почитать той литературы, которая написана действительно мужами божьими. Я читаю, и я благодарю Господа. Я, знаете, как сказала Господу, это мое личное. Я сказала, Господь, ты видишь, с детских лет я люблю читать, очень люблю читать. Мне мама когда-то одной маленькой купила светильник, чтобы я никому не мешала. Вы знаете, в свое время я выбросила очень много художественной литературы за тем, что она не нужна мне. Но тем не менее, прочитана много. И теперь остаться, я благодарна Господу за этот хлеб, но остаться без какой-то дополнительной литературы, когда всего своего в разуме не хватает, я просто не могу. И я вот такие слова сказала Господу. Господь, много информации, много литературы, но прошу, чтобы в моем доме были только богодухновенные книги. Книги от тебя, если мне надо. Вы знаете, сколько иногда почерпаешь вот интересного. Вот смотрите, вот маленький пример, и мы будем, пригласим наших, тех, кто у нас учился, наших подопечных. Читаю одну из литературных книг, просто интереснейшая книга, основанная на фактах, это самое. И вот мы иногда говорим, вот там бедный, там богатый, вот тот вышел из такого-то рода, ой, надо смотреть на него очень-очень осторожно. Он же, а вот мы там с детства, допустим, там по поколениям верующих. И вот попалась вот как раз вот эта книга. Та из поколения верующих, которые были очень знатные, да, вот их сын, полюбил девушку. Ну, вы представляете, из семьи, которая, ну, буквально алкоголики. Бабушка от алкоголя умерла, там еще кто-то у нее, она осталась одинокая. Но это дитя всем сердцем приняло Господа. И настолько она стала ему служить, что, ну, вы знаете, что, ну, просто, ну, радовалась, когда я читала, я радовалась за нее, насколько она служит Господу. И когда этот молодой человек из благородного рода полюбил ее, ну, что родители сказали, ну, ты что, создать семью, потерять свое благородство, свою фамилию, на ком? На безродной? На той, которая, может быть, пришла, простите, братья, из реабилитации, а может, она где-то там, ну, я не знаю, ну, я просто вам говорю. И вы знаете, что родители не дали согласия, вели и разошлись. Но так как в сердце родилась любовь, а любовь от Господа, молодой человек не находил себе места. И вот он искал. Искал ее. Годы прошли, два года прошло. И он ее нашел. Он ее нашел. И родители поняли. Она потом много очень сделала для этой семьи. Я не буду, я кратко просто подведу вас к этому. И когда, значит, они встретились, она потом сказала такие слова. Они меня очень коснулись. Она сказала слова. Скажите, пожалуйста, а когда я рождалась, я выбирала семью, я выбирала род. Я думала, что я должна родиться в самой благородной семье или из поколения в поколение верующих. Как я стала понимать людей, которые пришли, далеко-далеко были, далеко были от Бога, не только они, но и их семьи. Я стала понимать, они не выбирали. Это милость, величайшая милость Господа, что сегодня зал заполнен такими, которые пришли из мира. И каждый из них не выбирал, в какой семье родиться. Поэтому я пересмотрела многое в своей жизни. Я перестала смотреть какими-то другими глазами на одних, на других. Для меня стали все люди одинаковые. А еще самое главное, Господь меня вмещает, учит меня вмещать людей разных. Однажды на одном супружестве, когда мы проводили не в нашем городе, у нас две пары были совершенно, одна пара так совершенно неверующая, а остальные половинчатые, одноверующие. Наверное, уроков занятий пять прошло. Она смотрела, наблюдала, но потом подходит в конце пятого где-то занятия и говорит, вы мне только объясните, как вы нас умеете вмещать. Я говорю, если бы мы, так учит нас Господь, братья и сестры, научитесь вмещать друг друга. Но не смотрите вы, кто как одевается, кто как причесан. Вы просто пока научитесь вмещать. Вы знаете, что такое слово вмещать? Это любить. Вот уметь полюбить тот, кто просто вот сейчас сидит в том зале. Меня Господь этому учит. И я благословляю вас. Вы моя семья, и я вас люблю. Но сегодня, сейчас пригласим наверное, первую нашу пару. Слава Богу, братья и сестры. Мы очень благодарны за это время, которое могли учиться, проходить эти уроки, курсы. Скажу от себя, что это очень благословенное время, потому что в наше время очень быстрого всего, быстрые машины, быстрая работа, много денег, очень мало времени. И очень сложно иногда было где-то найти силы на эти уроки, но Бог очень сильно благословлял и благословляет, когда мы изучаем Его Слово. И хочу кратко поделиться в одном из уроков о ролях мужа и жены. Хочу выделить некоторые мысли, не самые важные, которые мне запомнились, но просто некоторые поделиться, потому что их было очень много, так как Библия очень большая, и мы ее все время изучаем, так и эти уроки, они были очень сжатые, очень много информации, и мы вот сейчас, даже готовясь, мы еще больше изучили, чем могли вот тогда изучить. Мужчины и женщины были созданы Богом для того, чтобы они дополняли друг друга, а не соперничали, так как вы можете замечать, может быть, у себя раньше или в мире, когда женщины и мужчины, они соперничают за власть, на работе, в семье, кто, кто командует, или еще кто-то, но Бог создал, чтобы мы дополняли друг друга. И также, вместе с этим, Бог каждому из нас дал свои способности. Первое, о чем хочу сказать, что хочу говорить для мужчин, так как я муж, и я больше брал для себя, чем для жены, чтобы мне становиться лучше и отвечать за ту часть, которую мне доверил Бог в моей семье. Муж должен любить и лелеять свою жену, должен уверять жену в любви к ней и подкреплять верность своими действиями. Зачитаю из Библии некоторые места «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Бог есть любовь, и Он учит нас любить. Он подарил мне жену для того, чтобы я еще больше смог учиться любить, потому что, когда я жил со своими родителями, я нес ответственность только за себя и помогал своим родителям, но когда Бог даровал мне жену, Он начал по-особенному меня учить любить людей и любить жену. И это очень благословенно, когда мы каждый день можем учиться по-новому, как-то показывать свою любовь, превозмогая свои какие-то немощи, свой какой-то характер, что-то преодолевая, чему-то учася, чего-то отказываясь, чтобы от нас исходила любовь, потому что Бог есть любовь. Другое. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Бог доверил лидерство в семье мужу. Он не отдал все 100% власти и ответственности мужу, но Он его поставил главным. Жена также имеет ответственность, и не маленькую, а большую, но за мужем последнее слово или последнее решение, и это очень большая ответственность. Как мы видим, работая с неверующими, когда людей ставят начальниками, они очень сильно изменяются, когда в их руках появляется власть, и они показывают свой характер. И когда мы, создавая семьи, получаем какую-то ответственность уже за кого-то другого еще, может быть, когда у нас рождаются дети, мы еще больше ответственны, и Бог доверяет нам эту ответственность, чтобы мы ею пользовались с любовью, не как какие-то руководители, которые не слушают подчиненных или еще что-то, но мы должны прислушиваться и очень дорожить тем доверием от Бога, потому что это очень как-то переживательно, может быть, я когда думал, вот наш пастор или служитель, диакона, когда здесь на возвышенности находятся, у них у каждого своя ответственность, диакона несут ответственность за тех, кто живет в их районе, пастор за всю церковь, это очень много людей, а мы в своих семьях, мужья или жены, несем ответственность друг за друга или за наших детей, и это тоже очень переживательно, и мы должны пользоваться с этим с любовью. Еще третье, о чем хочу сказать, если же кто своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, и еще и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Муж, он кормилец, он обеспечивает физические потребности в семье, зарабатывает деньги, как это принято в общем, что муж зарабатывает больше и обеспечивает семью, в некоторых исключениях жене удается лучше это делать, но в общем муж должен обеспечивать физические потребности, также муж священник в доме, и он должен обеспечивать и духовные потребности, когда мы приходим с работы уставшие, от работы, может быть, в конце дня, у нас нету сил, но мы должны находить силы, так как Бог учит нас каждый день, повторяя нам, может быть, одну и ту же истину, в каждых ситуациях, так и мы должны быть учителями в своих семьях, священниками, молиться перед Богом за своих жен, за своих детей, читать Библию не только отдельно где-то в тайной комнате, сами себе углубляясь, но также и читая, может быть, жене или мужу, или своим детям, и помогать им приближаться к Богу, потому что мы, мужья, ответственны за всю нашу семью и за то, чтобы наши, члены нашей семьи также и спаслись. Пусть вас Бог благословит, мужья, по-особенному, за то, что вы главы в своих семьях. Я также очень благодарна Богу за это время, за этот жизненный путь, за то, что он меня хранил, послал мне мужа, благословил семьей, и за эти курсы, они очень назидали, подкрепляли во всех отношениях, за те молитвы, которые у нас были, это очень благословенно, за общение. Также я для себя поняла, что жена это опора и поддержка для мужа. Что бы ни происходило в нашей семье, я также должна, жены должны уважать своих мужей, так как им дана власть от Бога. Также была тема согласия. Может быть, до замужества думалось, так-то будет но когда мы уже вместе, Бог чему-то смиряет, учит, что нужно соглашаться, чтобы мы одна, потому что мы одна плоть. За все хочется благодарить Бога за то, что в нашей семье есть мир, радость и любовь. Благословение. Дорогая церковь Божия, хочется сказать слава Господу за этот день, прежде всего, за это служение, что мы в доме молитвы. И знаете, мы также со своей семьей по особенному благодарим Бога за это время, которое дал нам Бог быть вместе, в первую очередь в общении с Господом, в тех местах, где мы собирались, а в вторую очередь общение друг с другом. Знаете, самым главным учебником или книгой на этих занятиях является Слово Божие. Библия, это есть тот фундамент, на котором все основано. И знаете, как-то, когда мы решались идти, не идти, говорили там американское учение на многие, и не идите, еще что-то. И знаете, как-то думаешь, ну как, что сделать, идти, не пойти. Но знаете, я могу твердо точно сказать, что ничего там такого нет американского, а там самым главным учебником это есть Слово Божие, которое живо и действенное, которое наставляло нас. Мы благодарны Богу, что Бог через наших наставников, Он учил нас на том месте, Он наставлял нас, укреплял нашу веру, укреплял наши отношения, укреплял нашу семью. Через многие уроки мы прошли 13 занятий, жизненных уроков, которые способствуют жизни идти. И эти уроки очень сильно цены для каждого человека, я думаю. Если бы каждый из нас, он пошел, я думаю, туда, то пользы было бы очень много, а вреда никакого бы не было. И знаете, хочется всем пожелать, чтобы многие задумывались просто. Пошли, действительно посмотрели, знаете, попробовали там поучиться, потому что я могу твердо и точно сказать, что там только есть истина, это Слово Божие, на чем все основано. И знаете, мы прошли вот таких 13 занятий, и одно занятие, которое мы хотим выделить сегодня, подчеркнуть, которое было, это видение веры и доверия. Вера, я думаю, каждый раз понимает, это особенное что-то в жизни каждого из нас, потому что Слово Божие говорит, что без веры Богу угодить невозможно. И знаете, мы в нашей жизни много также услышали чего-то полезного, нового о вере, о том, как укрепить эту веру, о том, чтобы она действительно росла. И вот на протяжении этого времени Бог намного говорил, и знаете, и Бог также в нашей жизни как-то показал, укрепил вот эту веру, и сегодня мы хотим немножко засвидетельствовать о тех милости Божьих, о том, как Бог укреплял нашу веру, и моя жена сейчас кратенько засвидетельствует, о том, как Бог учил нас. Вот на протяжении вот этого промежутка времени, не может ни большого, как укреплял нашу веру в нашей семье. Я также благодарна за возможность, подаренную Богом, за то, что есть такое служение в нашей церкви. И, как уже говорил мой муж, мы вообще не пожалели о том, что пошли, можно сказать, вошли в это служение. И я благодарю Бога, что Господь подарил таких людей, которые, можно сказать, пожертвовали собою, своей семьей, и которые влагали на протяжении вот этого времени в нас истину. И мы каждый урок как бы проходили, можно сказать, практически в своей семье. И вот тема, которую затронули в виде неверы и доверия, Господь очень испытал нас. И Он показал, что это не только бывают слова, какая-то теория в нашей жизни, да, это всегда в нашей жизни есть практика на любую из тем семейной жизни. И я хочу засвидетельствовать о том, как Господь благословил и просто проверил нашу веру и доверие Богу. Когда я забеременела, мы уже записались на курсы и попросили, чтобы быстрее как бы мы смогли их пройти. И шло время, все было благополучно. И вот однажды, когда мне надо было посетить плановое УЗИ, у нашего ребеночка обнаружили патологию и сказали, что в головном мозге есть соединительный канал, в котором есть киста. И назначили повторное УЗИ, консилиум, через неделю. И знаете, в тот момент, как бы, когда услышав такой как бы диагноз, и я, можно сказать, не упала в отчаянии, но как-то позвонив мужу, мы как бы уже приходя на курсы, мы слышали это, и мы поняли, что в этой ситуации нам надо довериться Богу. И мы стали молиться. Еще одна из тем в нашем курсе есть такая совместная молитва. И авторы этого учебника, они выделяют о том, что совместная молитва, это является как бы основным раствором всей программы, основным раствором всей нашей жизни. И знаете, мы тогда стали совместно склонять колени, просто вопиять к Богу. Когда я стала узнавать об этом диагнозе, который был поставлен, то в некоторых случаях говорилось о том, что нужно время для того, чтобы восстановилось все. В некоторых ситуациях у других людей это могло вообще, это не восстанавливалось. И когда врач сказала мне прийти на повторный УЗИ, она сказала, что если у вас это все не пройдет через неделю, то возможно мы вас отправим в Брест. Ну и мы стали молиться и конечно доверять Богу. И такая вот мысль понравилась нам на протяжении этих курсов, что несмотря на мы мы не должны смотреть на реальность, которая есть, а смотреть в небо. И мы нашей семьей стали смотреть в небо. Мы стали молиться и вопиять к Богу. И вот воскресенье перед нашим УЗИ было хлебопреломлением. мы стали и стали молиться. Я говорю, Господи, ты видишь этого ребенка внутри меня. Я прошу тебя, твоя просто вот чаша и тело твое, оно имеет великое дело, просто великий смысл в нашей семье, в нашей судьбе нашего ребенка. И знаете, тогда было слово пророческое, прикоснись с верой. И мы тогда просто стояли вместе, муж мне говорит, Бог уже исцелил нашего ребенка. И знаете, прошло служение, и во вторник, когда я посетила консилиум, врач очень долго смотрел на УЗИ и потом сказал, у вас уже ничего нет. И знаете, я тогда лежа, я сказала, слава Богу, я так громко сказала, и просто в тот момент я поняла, что у Бога есть видение веры для каждого человека, и для каждой ситуации в нашей жизни. И я благодарю Бога, что Господь, Он просто помог нам принять в нашей жизни вот эту вот нужду и просто пройти с верой и доверием. Я благодарю Бога, что Господь сохранил нашего ребенка, и до сегодняшнего дня Он хранит и помогает. И я верю, что Бог благословит и в дальнейшем. И мы просто благодарны Богу, что у Бога для нас есть огромное благословение для нашей семьи. И хочу оставить еще такое выражение, которое тоже очень затронуло нас на протяжении этих занятий, что наше доверие основывается должно на том, что Иисус более велик, чем наши проблемы в нашей жизни. И мы хотим пожелать каждому из вас доверяться и верить Богу. А тем, кто еще может быть сомневается, нужно для него это служение, не нужно пройти. Знаете, я просто говорю, что это очень сильное служение для каждой семьи, потому что это служение практическое, не просто теория, это практика. И мы еще хотим исполнить псалом с мужем, в котором говорится о том, что мало мы говорим о любви друг к другу, и часто мы не задумываемся, что важно в нашей жизни, что потом, когда что-то теряем в жизни, мы оцениваем, что недостаточно было любви в нашей жизни. субтитры создавал DimaTorzok, 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 Как мало exacerbушка verm realm о любви как мало как мало как мало говорим мы о любви как мало говорим мы о любви создать я что будуч нас нам дарит и жизни посвящая благодарна спасающей иисусовой крови как мало как мало как мало говорим мы о любви как мало как мало как мало как мало говорим мы о любви как мало как мало как говорим мы о любви супружества неся порой как бремя и в прозу превращается поэма что уберечь мы праздником могли как мало как мало как мало говорим мы о любви как мало как мало как мало как мало как говорим мы о любви Слава Богу, братья и сестры. Мы также вышли сюда рассказать о Божьей славе и о том, что получили мы из этого курса, поделиться своими переживаниями. Я полгода назад закончил революционный центр, мои знания были обширные, что касается Божьего Слова, но я также четко понимал, что что касается семейной жизни, то у меня представление немножко не такое, немножко размытое. После программы меня Бог благословил молодой женой, поэтому меня немножко пугало, я понимал какая-то ответственность, поэтому я прекрасно также понимал, что мне нужен твердый фундамент, чтобы именно поступать так, как меня учит Бог, а не то, что я имел в прошлой жизни. Вот какие у меня были представления именно о семейной жизни и о роли мужа и жены. У меня они были искажены. Мои понятия исходились к тому, что муж зарабатывает деньги, все остальное, квартира, весь остальной быт, кухня, дети, все это жены, и меня это не касается. Я свою работу сделал, пришел домой на диванчик, лег и отдыхаю. Я понял, что это совсем не так. Я еще понял также, что семейная жизнь это больше ответственность, чем я мог себе представлять. Этот курс мне помог сконцентрировать мои знания именно в отношениях между мужем и женой. Этот курс помог мне правильно поступать в каких-либо поступках и ситуациях. Я не буду выделять именно, какие уроки мне больше понравились, не понравились или запомнились. Я скажу вам так, что курс, каждый урок дополняет себя и сам по себе, не может существовать. Я благодарен Богу, что прошел этот курс. Уверен, что имею твердый фундамент в своей семейной жизни. Меньше страха стало, как справлюсь с молодой женой, как то, что буду правильным мужем, буду поступать так, как научен, то, что будет сила у меня, то, что смогу проявить любовь, заботу и нежность, потому что в своей жизни так сложилось, что не был я изначально этому научен. Сейчас все приобретаю и слава Богу, что Бог меня учит, ведет. Я благодарен за этот жизненный этап, через который я прошел. Хочу поблагодарить и вас, хочу поблагодарить своих учителей, наставников. Всем вам большое спасибо. Слава Богу, пусть Бог всех нас благословит. Тоже хочу добавиться к мужу. Тоже прошла программу реабилитации, полтора года назад закончила ее. И тоже не было знаний, не было научено, как правильно создавать христианскую семью. Бог благословил мужем, как бы, а знаний не было. И первым побуждением, вообще, я жила в Светлогорске перед тем, как переехать в Барановичи, и мне сразу сказали, как выйдешь замуж, проходи эти курсы. И побудил мое желание муж, конечно, пойти на эти курсы. И через месяц после свадьбы мы начали проходить их. Первое, хочу выделить то, что мы приобрели знакомство с братьями и сестрами. Мы познакомились с людьми, с которыми мы можем впоследствии общаться, потому что, ну, только переехав в Барановичи, в церкви еще практически никого не знаю. Сейчас у меня есть знакомые, с которыми я могу поддерживать общение. Второе, мы пребывали в молитве, мы могли углубляться в Слово Божье. Нам на каждую неделю задавали задания, которые были построены на Слове Божьем, и нам приходилось искать его в Библии, чтобы ответить на вопросы. Это было тоже благословенное время. Порой мы в своей суете, в работе, в своими делах не можем найти время, чтобы уделить его Богу. Я благодарна, что, может, и дисциплину мы выстроили благодаря этим занятиям. А третье, что мы заложили твердый фундамент в своей семье изначально, с самого начала, как правильно действовать в своей семье, что надо закладывать в нее, какие роли мы должны исполнять, как муж и жена, что мы должны приходить к согласию, что обязательная молитва совместная должна присутствовать в каждом дне. Это было очень благословенное время. Жаль, что оно заканчивается. Я советую каждому, кто желает и не желает, кто живет в семье, пройти эти курсы. Слава Богу. Слава Господу. Ну, хочется сказать, мы благодарим Господа за то, что прошли эти курсы СВЖ. Вот, и, конечно, жалею, может быть, надо было сразу после свадьбы пройти эти курсы. А так уже 17 лет, знаете, прожили детки. Есть слава Господу. Но еще, как говорится, ничего не потеряно, и Господь, Он направляет, я так понял, через это служение, просто к тому, чтобы семьи сплотить, семьи соединить. Ну, не то, что соединить, а наполнить любовью своей, миром, чтобы благополучие не только на физическом, как бы, а чтобы духовно крепкая семья была. Вот эти вот курсы, они рассчитаны на это. И у меня такое есть немножко из этих, ну, из этих служений, что мы прошли, я такое для себя взял, знаете, говорить побольше, ну, говорить или почаще. А, наверное, желательно каждый день своей жене о том, что я ее люблю, и она у меня самая драгоценная, самая дорогая. А почему я так решил? Потому что у нас были, было домашнее задание один раз, после каждых уроков домашнее задание. И на этих домашних заданиях мы дарили цветы, ну, мужья дарили цветы, такой букет роз, розы, красивый такой букет. Вот. Подарили, ну, подарили, ну, подарили женам, и говорили при этом, ну, вот я подарил ей этот букет, я должен был сказать, и она мне о том, какая она у меня, ну, добрая, как я ее люблю, ну, какие-то хорошие слова. Я сначала немножко так опешил, думаю, что ж, ну, потом как-то собрался, сказал ей. Говорю, сказал, Вера, ты у меня самая любимая, самая красивая, хотя, ну, потом я уже после этих занятий сам себе думаю, а почему, ну, а где я раньше был, почему я раньше этих слов не говорил ей. Вот. И сейчас я стараюсь почаще, ну, каждый день стараюсь говорить эти слова. Слава Богу. Я тоже благодарю Бога за эти курсы, за эти уроки. За время этих курсов Господь ответил на наши три семейные нужды. Молились мы друг за друга. И осталось мне только пожелать нашей семье, и всем вашим семьям, и каждому слушателю, прежде всего, это страха Господня. Ибо страх Господень, он источник жизни. Притча 14, 27. Страх Господень, он ведет к жизни. Притча 19, 23. И хочется пожелать мира Божьего. Ибо великий мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Псалом 118, 165. И также смирение. Ибо смирение – он залог благословения. За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Притча 22, 4. И, конечно, любви Божьей, жертвенной, которая все покрывает, все переносит. Это также написано в Коринфянам 1, 13, 4, 8. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Много лет с тех пор прошло, Иисус сказал нам все. Как друг друга нам любить? Как любовь другим дарить? Даже если сложно жить, Надо Богу верить и любить. Подари любовь, Подари любовь, Подари любовь, Подари любовь ты подарим. Бог богов из рода в род Защищает свой народ И послал к нам Сына Своего На кресте Он распят был Чтобы каждый не забыл Бог, любовь, имя есть Его Подари любовь, подари любовь Подари любовь, ты подари Подари любовь, подари любовь Подари любовь, ты подари Так давайте все друзья Мы теперь одна семья Скажем вместе я люблю тебя Чтоб любви нам Божьей жить Надо нам любовь дарить Чтобы свято жизнь свою прожить Подари любовь, подари любовь Подари любовь, ты подари Подари любовь, подари любовь Подари, любовь ты, подари. Подари, любовь ты, подари. Хочется вместе с вами сказать славу нашему Господу. Мы одна семья, да, братья и сестры? И нам надо нечто сделать еще. Я попросил бы, сейчас я позову наши пары, которые прошли этот курс, чтобы они вышли сюда, вперед. И попросил бы церковь, чтобы она благословила их на дальнейший путь, жизненный путь. Они получили знания, и чтобы Господь укрепил их. И также попрошу пастора Сергея Дмитриевича, чтобы он тоже благословил эти пары. Не только эти пары благословили, но благословил все супружеские пары, которые в нашей церкви, они тоже нуждаются в благословении. Чтобы они тоже были благословены Господом. Чтобы пересмотрели свои отношения между мужем и женой. Чтобы они доверились Господу, чтобы Господь менял их, укреплял. Около они прекрасные отношения, чтобы они еще больше становились. Чтобы они были благоуханием Христовым. Чтобы они были светом для других. Чтобы люди, видя отношения мужа и жены, где бы они находились. В автобусе, в поезде, в магазине. Они могли приостановить взгляд и посмотреть. Да, это Божьи люди. Пусть Господь благословит. Сейчас я вручу сертификаты. Светлана, подойди, пожалуйста. Я вам покажу. Это вот такой сертификат, будет вручен. Такое свидетельство небольшое на память. Что они проходили, это супружество. Чтобы они оставили у себя. Ну, кто в рамочку, кто в спальне. Ну, кто как заблагорассудится ему. Ну, чтобы это было таким напоминанием, что это произошло в нихней жизни. Я прочитаю здесь слова, которые написаны здесь. Здесь говорится имя и фамилии. И дальше. Прошли курс обучения супружества на всю жизнь. Направлены на укрепление, исцеление и восстановление семейных отношений. Изучали Божьи методы и практику сражения за семью. Юрий и Вера Шаховой. Илья и Ольга Булай. Виталий и Алена Гончаронок. Евгений и Наталья Муха. И немножко маленькое-маленькое наблюдение. Вы знаете, я и для себя это взяла вывод. И паром скажу. Вы знаете, что на протяжении всего курса, вот сколько бы ни было, вот пар, вот наблюдаешь так. И тот, кто ответственно относится, даже самое малое. Ведь мы же не ставим оценки за домашнее задание. Нам когда-то со Стасом не ставили. Но если чувствуешь, что пара ответственно относится, вот во всем чувствуешь, будут жить благословенно. Потому что они малым. Ну, не то, что брезгуют. Ну, а что там, оценку ж не ставят, можно так и не сделать. Но вы знаете, я хочу сказать, молодцы. Эти пары делали домашнее задание, старались. Даже тогда, когда были уставшие. Пусть их Бог благословит. Сергей Григорьевич, пожалуйста. От имени Церкви я хотел бы также поздравить вас, уважаемые семьи, пари, за успешное окончание программы в супружестве на всю жизнь. И за этот вечер огромное спасибо вам искренне. Вы все были по-простому, просты и искренни. И ваша эта сердечность передалась на людей. Правда, братья и сестры? Довольно по-простому и искренне. Мы всех вас очень оценили. И, ну, видя ваше сердечное, такое благодарное сердце, что вы прошли эту программу, мы рады за вас. Конечно, желаем, чтобы то, что сегодня или после окончания, чтобы оно не охладело, чтобы оно всегда было так в вашей жизни и дальше всегда. Ну, искренно благодарны и семье Ремес, также за участие. Семья, семья, детки, но они уделяли время, находили время для того, чтобы служить Господу тем, чем Господь благословил их. Давайте мы поднимемся, помолимся за эти семьи. Господи Божий наш, мы так благодарны Тебе, что в жизни их, начиная семейную жизнь, они влились, Господи, в Слово Твое, в учение Твое. И самое прекрасное, драгоценное для своей семьи, они извлекли оттуда, от сердца Твоего, от уст Твоих, как от Отца Небесного, Господи Божий, коснулось их сердца, эта божественная благодать Твоего Слова. И они пережили и поняли вкус всего этого, и почувствовали богатство Твоих законов небесных, которые Ты положил с самого начала, образовывая семью. Слава Тебе, Небесный Отец, за их искренность, за их открытые сердца, за их желание и жажду, жить так, как Ты, Господи, хочешь. И мы, Господи, от всего сердца, благословляем именем Твоим святым эти семьи, Господи Божий. Да, почиет на них благословение Твое, Отец, на все дни и годы, сколько они будут жить на этой земле, чтобы они, пользуясь Твоими небесными законами, могли принести много-много плода во славу имени Твоего. Благослови Те семьи любовью, благослови Те семьи миром, благослови Те семьи пониманием, благослови их молитвенность жизнью, благослови их, Господи Божий, всяким добром и успехом, чтобы они имели, благодаря Тебя и законам небесным, божественным, Твоим во имя Иисуса Христа, Господи, поставь ограду для этих семей, огради их, Господи Божий, ангел-хранитель достоит у дверей каждого из этих семей, Господь, и Твоя рука святая да покроет их, мы молимся Тебе, сбереги их от всего плохого, от зла, Господи, сохрани их от всего того, что может принести в жизни ущерб. Во имя Иисуса Христа да будет ограда Твоя и охрана над этими семьями. Господи, и в этой молитве мы приносим семью ремесов, Господи, благодарим Тебя, что Ты дал служение для них такое, и они искренно, чистосердечно нанесли это служение, получая от Тебя откровение, и, пользуясь благословением Твоим, могли передать и для этих семейных пар, Господи Божий, да не оскудеют эти сердца, чтобы еще много раз они могли начать группу по программе в супружестве на всю жизнь, и чтобы это были не последние семейные пары, но еще они увидели много хороших, прекрасных семейных пар и видели, Господи, что Ты трудишься в их, через их сердца, через их уста. Благословляем мы семью ремесов во имя Иисуса Христа. Господи Божий, мы молимся за церковь и за каждую семью, молодую или немолодую. Господи, Ты ведь знаешь, что нужны законы Твои, Господи, и Слово Твое в каждой семье, и мы молимся Тебе для тех, кто в этом году женится или женился, или вышел замуж, или, Господи, в прошедших годах они уже вступили в брачный завет. Господи, если Ты видишь, Господи, нужду в том, чтобы они могли пройти эту программу в супружестве на всю жизнь, проговори этим сердцам, Господь, коснись их разума и сердца, чтобы они отозвались, чтобы они пожелали сделать этот шаг, чтобы они восприняли Слово Твое, Господь, и могли также с радостью засвидетельствовать, что они получили благословение великое от того, что сердце открыли для Слова Твоего. Благословляем именем Твоим, святым молодых людей, благослови их жизнь, благослови их судьбу дальнейшую, пошли устроения в их личной жизни, Господи, воля Твоя да успешенствует, чтобы они, молодые люди, могли вступить в семейную жизнь и могли со Словом Твоим в своих сердцах, Господи, пройти всю жизнь свою во имя Твое. Приносим также, Господи, и нужды, выраженные в записочках, которые поданы были. Господи, Ты знаешь переживания народа Твоего за тех, кто еще вдали от Тебя, кто не знает Тебя. Ты знаешь и больных людей нашей церкви, их немало, Господь. И мы молимся и просим, яви Твою отцовскую святую заботу над каждой душою. Деток нашей церкви, молодежь нашей церкви, взрослых старцев, благослови обильно, Господь. И когда мы разойдемся с этого места, и недельку трудовую тоже благослови, сохрани от всяких несчастья, от болезней, сохрани в мире и любви каждую семью во имя Отца, Сына и Духа Святого. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не уведи нас в свое искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. От Вашего имени хочу поблагодарить всеми временем, и прости, и прости. Братья и сестры, еще раз не имеете внимание. Кого заинтересовало это служение, если у кого расположилось сердце семейных пар, у нас общение продолжается, оно будет происходить в воскресной школе на втором этаже. Если кто пожелает пройти эту программу, пожалуйста, мы приглашаем вас, вы можете с нами разделить это общение. Благослови Вас Господь! Благослови Вас Господь! Благослови Вас Господь! Продолжение следует...